Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Муж постоянно ревнует, обвиняет в изменах, говорит сам у него ближе к ночи, начинает в голове крутиться в свете, ходит за мной по пятам в доме. Как побороть эту ревность? Ну, на самом деле, у вас хорошая новость заключается в том, что муж немножечко абстрагируется от этого, да, то есть он говорит, что у него снова начинается, то есть он как-то понимает, да, наверное, немножко, что есть у него такая проблема, и он понимает, что это что-то ненормально, вот, поэтому это хорошая новость, и нужно направить человека, на мой взгляд, в русле того, что нужно проблему решать, и в русле того, что, ну, что это серьезно, вот, интересный, конечно, вот такой другой момент, да, что вы как бы вот за это берете ответственность, ответственность, что вас это, как будто бы задевает, да, как будто бы вас это, вот, вы как будто бы это принимаете на свой счет, вот это, на мой взгляд, проблема, потому что, потому что, как это, как это, то, что говорит ваш муж, да, например, относится к вам, то есть как это, ну, вот, влияет на вас, вам это неприятно, вас это задевает, вызывает злость и так далее. Совершенно очевидно, что для вашего мужа тема измены является, ну, скажем так, болезненность, да, и нужно увидеть, в чем это болезненность, сделать это может только психолог, вот, вы сами это сделать не можете, и что еще более важно, это то, что ничего побаловать не нужно, потому что это часть вашего мужа, которая пока что просто выражается деструктивно, но психолог может ее перенаправить в более конструктивную форму, вот, и сделать это, в принципе, ну, достаточно легко, да, вот, довольно часто подобные, вот, проявления связывают с тем, что человек, говорящий об изменении, сам хочет того, о чем говорит, но как-то запрещает себе даже допускать, ну, даже допустить мысль о том, что, что-то такое может быть, и вот из-за этого вот такая ситуация и возникает. Поэтому вопрос здесь заключается в следующем, насколько у вас с вашим мужем доверительные отношения, это раз, насколько вы говорите друг другу о своих желаниях, это два, и на каких основаниях вы выстраиваете отношения, это три. то есть как вы вот друг друга воспринимаете, да, и что вас объединяет, да, что вас связывает, вот, что как бы так. удерживать вас вместе, вот, какие моменты. вот, зачастую, если начать смотреть, что между людьми общего и, как они выстраивают свое взаимодействие, то это, способно раскрыть много интересных вещей. на этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, всего доброго. поMatthew по 1941